Ну, слушай, на страже, так сказать, регуляции численности отдельных категорий населения стоит Саратовский областной суд. Это федеральная новость. Наш областной суд по иску прокуратуры Воскресенского района региона постановил заблокировать три интернет-страницы с инструкциями по изготовлению оружия. Оружие. Прокуратура увидела информацию, связанную с незаконным изготовлением этого оружия. Информация касается, в первую очередь, опытных мастеров, процесса изготовления вот этого оружия. Но самое интересное, что вся эта информация об изготовлении каменных топоров. Вот таких каменных топоров. В информации приводится о том, что не всегда имеется необходимость тратить деньги, идти в магазин. Туристам могут туристы на месте изготовить, не таская с собой вот такие вот топорики. И просто на месте вот инструкция, как это все сделать. Заблокировали три интернет-ресурса по всей стране в Саратовском областном суде. Слушай, не только наши ресурсы, да? Получается, и в других регионах эти ресурсы находились, да? Ну, понимаешь, эти ресурсы находились в информационной инструкционной сети интернет. Одна по всему миру. Как бы, причем здесь Саратов. Согласен. Ну, блин, слушайте, если раньше, я не знаю, мой родной край гремел какими-то, я не знаю, действительно прорывами, чем-то действительно достойным, что могло, ну, я не знаю, там, так в виде позавидовать, что ли, да, похвастать, то теперь, конечно, настолько поганое сегодня время, настолько бесчестное и подлое, что единственное, что ты слышишь про свой дом, это вот такие абсурдные вещи, что прокуратура борется с каменными топорами, да? И суд всему этому аплодирует, и все это дело засиливает, аж блокировка, чтобы вы понимали интернет-ресурсы. Внесение интернет-ресурса в этот реестр запрещенных, да, заблокированных, не имеет четко прописанной процедуры разблокировки, поэтому можно, в принципе, предположить, что эти сайты заблокированы навсегда, на минуточку, да? Какая общественная опасность в их работе была? Ну, очевидно же, да, что, ну, блин, ну, это только у психически нездорового человека может вызвать какие-то вопросы. Каменные топоры. Чего власть боится сегодня? Что люди с каменными топорами, что ли, я не знаю, там, будут защищать свои права? Ну, это уже как-то даже звучит смешно. Почему суд в данном случае ведется на такие глупости? Вопрос риторический, но я думаю, что у всех есть понимание, потому что суд сегодня самостоятельен, и суд сегодня слился с правоохранительной системой. Они сегодня в едином экстазе превратились во что-то очень такое сомнительное, да, очень дурно пахнущее и очень далекое от понятия справедливости и понятия закона. Потому что на сегодняшний момент вот эта деятельность правоохранительных органов, конечно, она сопровождается палочной системой отчетности, им нужно показать свою полезность, в конце концов, да, что они что-то делают. Они вот в конце, я не знаю, там, года отчетик свой выпустят, скажут, вот у нас вот столько-столько обращений в суд было, вот столько количества противоправных действий было, значит, пресечено. Я все эту тему помечу, обязательно в Думе в следующий раз спрошу. У прокурора, у суда, да, скажут, скажите, пожалуйста, что там у вас за борьба с каменными топорами была? Ну, тем не менее, пока большая часть депутатов, депутаты от Единой России, ну, сами понимаете, да, это настолько все условно, потому что большая часть единороссов будет поднимать руки и говорить, да не, нормально, все, мы довольны, и все это будет засилено законом, и парламент скажет, что так дальше надо продолжать жить. Вот, так вот, вот эта палочная система отчетности, она к чему приводит? Что прокуратура, она не может выйти в суд и увидеть ситуацию, что их дело развалилось. Ну, потому что сверху прилетит нагоняй, вот, какая-то проверка, может быть, даже будет возбуждена, будет, я не знаю, наказаны лица, которые не смогли это дело довести до конца, и это такая объективная реальность, которая вынуждает прокуратуру идти и наступать какой-то диалог, да, или там те же органы МВД, идти, я не знаю, идти какой-то контакт искать с судьей, потому что им нужно положительное решение, они, в свою очередь, я не знаю, что-то хорошее сделают для суда, вот, и вот в едином экстазе эта система превращается вот в эту абсолютно абсурдную штуку. Конечно, блин, мне кажется, что такие сайты, которые учат делать каменные топоры, гранта надо давать, какую-то помощь, там, поддержку, там, как-то это дело поощрять, ну, потому что это, ну, знаете, что-то такое, мне кажется, ну, достаточно крутое, это же все-таки, я не знаю, история человечества, каменные топоры, каменный век, какие-то, я не знаю, такие сувенирные вещи, которые будут украшать, да, наверное, чей-то дом там или офис, это, в принципе, наверное, неплохо даже с точки зрения какого-то ремесленничества продавать все это дело. В целом, это культурное, мне кажется, это такое развитие, да, культурный рост, потому что, ну, такая ручная работа, мне кажется, да, ты видел хоть раз каменный топор? Мне вот, честно говоря, очень интересно, да. Ну, в музеях разве что. Ну, разве что в музеях, да, а здесь все-таки это, как я понимаю, если это была какая-то обучающая такая информация на сайтах, которую заблокируют в конечном итоге, с чем борются прокуратура и суд, да, ну, чтобы люди меньше читали, наверное, чтобы меньше что-то делали, меньше интересовались. Если это не связано с бутылкой пива, вы не должны этим интересоваться.